Хорошо, я хочу сказать, что в течение развития, как сейчас говорят, от Гутенберга до Цукерберга, от первопечатника до социальных сетей, произошла смерть журналистики. Я говорю это как сын журналиста, я родился в семье журналиста, я сам журналист с 87-го года, то есть я помню журналистику советскую, и на примере отца, и на своем примере, и знаю, что такое нынешняя журналистика. Только Российская Федерация, как и в начале 20-го века, когда все пороки капитализма воплотились в Российской империи, когда она была не самая развита, сейчас все пороки современного мира, Российская Федерация, она даже дальше ушла по пути деградации. То есть раньше советский журналист осознавал себя как очень ответственный член общества, он создавал, кстати, свою власть. Мой отец, когда работал в «Центральной газете», он был независим от местных властей, никакие губернаторы по нынешнему, или республиканские власти летние могли, он финансировался отдельно из Москвы, он был экстерриториален, у него был корпунт с узлом связи. Я вырос в запахе телетайпа, и стояла батарея телефонов отца на столе. Его боялись, он был оком государем. Да, он не мог писать про Голодомор, или там Катынь, или про сталинские репрессии, нафиг, как это нужно было раздирать общество, но про то, как работает власть в республике, он мог писать, он не боялся. То есть над материалами работали тщательно. Да, за статью в «Центральной газете» могли снять с работы или подправить подсуд, но если журналист ошибался, его тоже могли, соответственно. Поэтому статьи готовились качественно, с документами, с аргументацией. Это была советская информативная журналистика. Надо сказать, что такое бы сейчас не помешало. Но эта журналистика могла поддерживаться только в двух случаях. Либо государство финансирует СМИ, либо печатаются солидные газеты, солидные, простите, статьи интересные газеты. Публика покупает, платит за газеты и поддерживает труд журналиста. Естественно, с эпохой интернета, а интернет – это троинский конь, дональский дар, можно сказать. А зачем платить за информацию? Посмотрел и все. Все, журналистика стала умирать. Газеты стали не рыночными, а их стали содержать власти придержащие. Кто-таки власть придержащие? Мародеры, убийцы, уголовники, которые ограбили наш народ, присвоили собственность. Они, соответственно, журналистику такую же содержат. Журналистика умерла. Ту журналистику, которую я начинал, умерла. Это щелкоперство, это наемники, циники. Они напишут тебе все, что угодно, заплати так, напишут так, так, так. Или они кинулись в, ну, как сказать, в махровую необъективность, так сказать, партийность, да, не объективность. Хотя журналистика всегда будет, не всегда не будет стопроцентно объективной, потому что полностью объективную статью вместо такой заметки, ты должен написать том, почему так случилось, объясняя разные вещи. Поэтому ты всегда на журналистике, объективной журналистики не существует. Ну, существует какого-то приближения. То есть, когда ты даешь слово хотя бы двум сторонам, например, аргументы рассказываешь. То есть, на самом деле, интернет, конечно, мы не остановим его, но интернет – это великолепное завоевание соцсети. Это, собственно говоря, почему их поддержали власти, мущества. Они не враждебны, наоборот, они возили за деньги. Потому что глупые массы, думая, что они подобные свободы, сами наденут на себя ярмо. Они сами уничтожат прессу профессиональную, где была работа с информацией. Они сами дадут простор в самом дикой клевете, слухам, сумасшедшим, распускателям, там, не знаю, самых-самых диких консинуаций о любом человеке. Они уничтожат, кстати, нормальные книги издательства, не только СМИ. Они уничтожат независимое писательство, которое могло жить за счет гонораров от книг. Потому что теперь уже не надо, никакой краудсорсинг не соберет, не заменит гонорары от продажи книг, кстати говоря. То есть массы же, думая, что они обретают свободу, сами посадят себе на шею богатых феодалов. Потому что к кому побегут мастера-пера? На содержание, как в средние века, к богатым. Ну, маркизом, графом, бароном. Вот Чубайс уже профинансировал книгу Иванова, там, «Горнозаводская цивилизация». Ну, Иванов «Золото бунта», там, географ, по-моему, «Глобус пропил». Вот теперь, вот видите, уже граф, герцог Чубайс финансирует книгу писателя. Вот, ну, пойдете служить падишахам. А падишахи будут финансировать только те, кто лежит там задницы, кто воспевает их власть над глупыми массами. Так что массы с помощью соцсетей, и получив содержание контенту, да, там, бесплатно, на самом деле, они убьют дальнейшее производство и литературы, и журналистики. И журналистика окончательно превратится в слуг наемных, да, челкоперов, которые будут пиарить, травить приказы за деньги. И не будет свободной литературы. Все, ребята. Да, вы будете читать книги, когда-то созданные, когда интернета не было великие, но великих журналистских расследований не будет независимых. Не будет великих книг, тоже независимых, созданных с работой с архивами, потому что раньше писатель, продавая там книгу, чуть-чуть издать, сдавая, продавая права издательства, он получал деньги, мог работать в архивах, искать что-то сам независимо. Теперь этого нету. Друзья мои, добро пожаловать в новом средневековье. Я всегда говорил, что 21 век будет веком нового каста в рабовладении. И вы, дорогие друзья, поможете его построить.